Друзья, всем привет, добрый вечер, или добрый день, или доброе утро. Не знаю, когда вы будете смотреть и слушать это видео, но знаете, сегодня день работника Генеральной прокуратуры. Я не могу пропустить этот прекрасный праздник. И поздравляю Генерального прокурора Украины. Прости, Господи, как его можно так называть, даже не знаю. Но поздравляю Генерального прокурора Украины Костину с тем, что он въебался в стену. Въебался в стену путем подписания трех сфабрикованных подозрений народного депутата Дубинска. И сегодня я отправляю заявление про совершение криминального правонарушения, которое предусматривается статьями 364 Уголовного кодекса Украины за употребление властью служебным полномочиями, статьей 366 Криминального кодекса Украины служебный подлог и статьей 372 Криминального кодекса Украины привлечение заведомо невиноватого лица до криминальной ответственности. То есть это все преступления, которые совершил Костин по указанию Ермака Зигенского подписал мне аж три подозрения про криминальные правонарушения. Если помните, первое было подписано 8 августа. Это криминальное подозрение по статье часть 1 366 Криминального кодекса Украины служебная подделка. Если помните, тогда же мне избрали меру пресечения в виде личного обязательства или фронтного браслета. Избирала его судья Шапудько, научным руководителем которой был такой себе заместитель Глобовского президента Олег Татаров. Это судья, работает в Печерском суде. Кстати, однокурсники, ученики, защищанты, как это называется, докторанты Татарова, каким-то образом, странным образом, у меня во всех уголовных делах моих следователь, который ведет следующее уголовное дело, которое мне предъявлено было подозрением, сейчас вспомню, 6 ноября 2023 года, про незаконное перенаправление лиц через государственный кордон Украины. Там у меня докторант Татарова, Загамула, следователь ДБР ведет это дело. В общем, одни татарцы исполняют политический заказ у президента, понятное дело, больше некому, но самый главный дурак в этой истории генеральный прокурор, еще раз поздравляю с профессиональным обязанником, потому что он потом все эти подозрения сфабрикованы и сфальсифицированные подписал. Напомню, у меня их три. Последнее было 6 ноября. Нет, не 6, прошу прощения, а 13 ноября, государственная измена. Государственная измена, вручили мне это подозрение для того, чтобы избрать на меру пресечение в виде содержания в СИЗО, потому что не получилось остановить поток критики, из-за которого все эти подозрения появились. Напомню, 3 августа первый обыск, 8 августа первое подозрение в служебной подделке. Это такой сигнал от власти, мол, прекрати нас критиковать. Я, в общем-то, не пошел, не сломался, да, на их условия не согласился. Потом следующее подозрение. В переправке лиц призывного возраста за границу, такое же сфабрикованное, как и первое, но уже мера пресечения, экологический домашний риск. Кстати, именно в этом деле, по переправке людей за границу, прокуроры просили суд, Печерский суд, судья Соколов, ему тоже привет. И соответствующие жалобы в РП уже отправлено, так вот прокуратура по этому делу просила, чтобы мне запретили пользоваться YouTube, Telegram и TikTok. Ну, что и было основной целью власти, потому что это основные платформы, на которых я их критикую, да, и показываю, что такое ебаки в системе, когда они полностью закрыли свободу слова и прекратили всяческую критику, потому что у нас есть один единый марафон национальных новостей про победу и умного зеленства. После уже, так сказать, подозрения по госизмене, меня отправили в ССУ, но это, как же, не мешает мне с вами общаться с помощью Нью-Йорксити, как вы понимаете, и передавать приветы тем, кто организовывал политическое преследование противонародного депутата Дубинского, а это Зеленский, президент Украины, глава общества президента Ермат, генеральный прокурор Костин, глава государственного бюро расследования Сухачев и оперативное исполнение всех этих их задумок осуществляет ручной малюк президента. Глава службы безопасности Украины. Вот в заявлении, которое я подаю на Костина, я очень четко расписываю факты, не буду сейчас вас ими загружать, это подозрение, это заявление, как только будет подписано мною, оно будет выложено в социальные сети, телеграмм Дубинский пропаг, пишите, прочитайте в деталях, как фальсифицировали все подозрения против меня, и как я собираюсь натягивать их Костину на голову. Почему? Потому что Зеленский уйдет, Ермак уйдет, ну или убежит, зависит от ситуации, а Костин останется подозреваемым в уголовных преступлениях, которые, собственно, предусматриваются вполне реальный срок. А учитывая то, как грубо сфабрикованы подозрения против меня и уголовные дела против меня, это реальный срок, как через киевское СИЗО, в котором я сейчас нахожусь, так сказать, гриву, шконку Костину, Ермаку, Сухачеву, Малюку, все мы, а потом уже, собственно, в лагеря товарищи поедут. Вот, еще раз, детальное описание их сфабрикации моих уголовных дел у меня в телеграм-канале, обязательно прочитайте. Хочу обратить, кстати, внимание всех прокуроров, которые у меня являются процессуальными руководителями по этим говняшкам от Офиса Президента, что они точно так же вписаны в это заявление на Костину, и точно так же будут нести свою долю ответственности за то, что поддерживали обвинение, которое сфабриковано. И они это сами прекрасно понимают, и даже видно, как опускают в глаза об суда. И здесь же вписаны следователи ДБР, которые осуществляют, собственно, следственные действия по сфабрикованным подозрениям и фабрикуют доказательства. Вот, например, чисто как пример. В уголовном деле, которое мне предъявлено в качестве подозрения в уголовном деле о переправке лиц призывного возраста мужского пола за границу, гражданин, который дает показания против меня, по данным Генеральной прокуратуры, выезжает за границу трижды 17 июля, потом возвращается, чтобы подписать протокол СБУшникам 18 июля, а потом в подозрении Генерального прокурора еще раз выезжает 22 июля. Явный фрактаж сфабрикованного уголовного дела, которым предусматривается срок заключения от 5 до 7 лет. То есть это чистый путь в СИЗО и в тюрьму для всех вот этих вот феуран. Вы обязательно с этим ознакомьтесь, почитайте, потому что мы их обязательно всех догоним. Да, и кстати, судьям тоже передаю привет в этот прекрасный праздник. Недавно были задержаны четверо судей Киевского апелляционного суда во главе с судью Глинина. Так вот, это тот самый судья, который рассматривал мою первую апелляцию на первое сфабрикованное уголовное дело и должен был вот на днях рассматривать вторую мою апелляцию на второе сфабрикованное уголовное дело в составе тройки судей, которые взяли взятку по делу Моторсичи. Задержали их набушники, а так как судьи вот эти вот Глинины и еще там трое судей исполняли указания Татарова и Смирнова от офиса президента, но их все равно приняли на взятки, всем судям должно быть понятно, что их сдадут, никто их защищать не будет, потому что ими вытираются как сральные бумаги, вытерлись, они исполнили свои задачи и в сортир, и сплестили воду, это их ждет и их всех, как только сбежат Ирмакс, Зелецкий. Короче, все из него прокуратура, причастных и непричастных, будьте здоровы, счастливы и помните, за все сфабрикованные уголовные дела рано или поздно наступит настоящая уголовная ответственность. Всем здоровья, пока! Субтитры подогнал «Симон»!